Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание Иоанна для библейского портала экзегет. Читаю свой собственный перевод. Три послания Иоанна есть в Новом Завете. Первое длинное, короче большинства посланий Павла, но длиннее заметно второго и третьего. Второе и третье совсем краткие. Они очень похожи друг на друга. Нет никаких сомнений, что их писал один и тот же человек. И они довольно похожи на Евангелие Иоанна. Поэтому тут тоже трудно сомневаться в авторстве. Есть сомнения о том, как соотносится Иоанн Богослов, который пишет эти тексты с Иоанном Апостолом, который упомянут в Евангелиях. Но сейчас мы подробно об этом говорить не будем, потому что имя довольно частое. И есть аргументы в пользу того, что это были разные люди. Вот, кстати, знаменитый папа Иерапольский упоминает, что был пресвитер Иоанн, некий старец Иоанн, вместе с Иоанном Богословом, два разных Иоанна. Но традиционно считается, что это один человек. Но каких-то убедительных аргументов, наверное, в пользу той или иной версии предложить мы не можем. Но совершенно точно была какая-то Иоаннова традиция, какая-то община, которая ставила во главу христианской жизни любовь. Вот Павел говорит о вере, насколько она важна, вот как это правильно верить и не надеяться на свои дела. Яков и Петр упоминают очень похожий богословский день, но уточняют, что дела являются проявлением веры. А Иоанн говорит о любви. И нельзя сказать, что не спорят, что можно заниматься делами, но не испытывать никакой любви, или что может быть любовь, которая совершенно ни в чем не выражается, ни в каких делах. Просто каждый подходит со своей стороны. Может быть, в каждой маленькой вот этой ранней традиции были свои какие-то вот главные акценты. И начинается первое послание Иоанна, очень похоже на Евангелие от Иоанна, таким же торжественным, возвышенным, и несколько даже порой непонятным слогом. Что было с самого начала, то мы слышали, своими глазами видели, наблюдали и своими руками осязали, и потому возвещаем слово жизни. Эта жизнь была нам явлена, мы видели ее и свидетельствуем о ней. Вот это очень важно, что мы говорим не абстракцию какую-то, мы видели, мы это прожили, мы пережили, и свидетельствуем об этом, о своем личном опыте. Мы возвещаем вам вечную жизнь, ту, которая была у Отца, и явилась нам. Мы видели ее и слышали, и возвещаем о том вам, чтобы и вы вместе с нами стали ей причастны. А мы причастны Отцу и с Ним Его Сыну Иисусу Христу, и об этом мы пишем вам, чтобы наша радость обрела полноту. Смотрите, жизнь христианская — это жизнь в единении со Христом и с Отцом. И Иоанн призывает, собственно говоря, своих читателей войти в это единство. Вот какую весть услышали мы от Него и передаем теперь вам. Бог есть свет, и тьмы в нем нет никакой. А разве это такая новая мысль? Разве нету этой мысли в Ветхом Завете, что Бог есть свет, и тьмы в нем нет? Но одно дело абстрактно об этом говорит, другое дело быть этому причастным, быть самому таким. Если мы скажем, что причастны Ему, а сами будем ходить во тьме, это будет означать, что мы лжем и не творим истины. Если же мы ходим во свете, как Он во свете, то едины друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха. То есть, смотрите, а разве кровь не очищает нас от греха в любой ситуации? Если мы сами ходим во свете. Вот Иоаннов ответ на этот вечный спор о делах и вере. Да, мы верим, но как мы живем? И в соответствии с этим, если мы живем во тьме и творим дела тьмы, то мы лжем, когда говорим о своей вере. Не то, что дела спасают, Павел бы с этим сильно спорил. Не то, что дела даже являют, как об этом, скажем, писал Петр, являют нашу веру, а дела, наши поступки, наш образ жизни. Иоанн, избегает слова дела, есть, собственно говоря, наш искренний или ложный ответ на призыв, который обращен к нам Богом, наше единение с Ним или, наоборот, отделение от Него. Но это разные языки описания, в общем-то, одной реальности. Так вот, если же мы ходим во свете, как Он во свете, то едины друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха. А если мы скажем, что нет нас греха, то сами обманываем себя, и нет нас истины. То есть от греха она нас очищает, но мы греховны по своей природе, и грех в нас появляется заново. И это не очень страшно, если мы живем во свете, если этот грех очищается этой кровью. Мы не становимся безгрешными, мы не становимся совершенными людьми, но мы знаем, кто очищает этот грех. Но если мы признаем наши грехи, Он может отпустить их и очистить нас от всякой неправды, ведь Он верен и праведен. А если мы скажем, что не согрешали, то выставляем Его лжецом, и нет нас Его слова. Вот очень простая схема. Человек грешен, но Христос очищает его от этого греха, и принятие, принятие выражающейся прежде всего в соответствующем образе жизни, и есть, собственно говоря, ответ истинный. А если нету света, если человек живет во тьме, то ложный ответ на этот призыв.